Владимир Сутеев, ёлка. Посмотрели сегодня утром ребята на календарь, а там последний листок остался. Завтра Новый год, завтра ёлка. Игрушки будут готовы, а вот ёлки нет. Решили ребята написать Деду Морозу письмо, чтобы он прислал ёлку из дремучего леса, самую пушистую, самую красивую. Милый Дедушка Мороз, подари нам, пожалуйста, ёлку на Новый год, а игрушки мы сами сделаем. Письмо тебе отнесёт вот такой снеговик. Ребята, приписка, это снеговик. Дедушке Морозу от ребят. Написали ребята вот такое письмо и скорее побежали во двор снеговика лепить. Работали все дружно. Кто снег сгребал, кто шары катал. На голову снеговику старое ведро надели, глаза из угольков сделали. А вместо носа воткнули морковку. Хороший получился снеговик-почтовик. Дали ему ребята своё письмо и сказали. Снеговик-снеговик, храбрый снежный почтовик, в тёмный лес пойдёшь и письмо снесёшь. Дед Мороз письмо получит, найдёт в лесу ёлочку попушистее, получше. В зелёных иголочках эту ёлку поскорей принеси для всех детей. Наступил вечер. Ребята домой ушли. А снеговик и говорит. Задали мне задачу. Куда мне идти теперь? Возьми меня с собой, вдруг сказал щенок Бобик. Я помогу тебе дорогу искать. Верно. Вдвоём веселее, обрадовался снеговик. Будешь меня с письмом охранять, дорогу запоминать. Долго шли снеговик и Бобик. И, наконец, пришли в огромный дремучий лес. Выбежал навстречу им заяц. Где тут Дед Мороз живёт? Спросил его снеговик. А заяцу отвечать некогда. За ним леса гонится. А Бобик. Тяф-тяф. И тоже за зайцем вдогонку. Опечалился снеговик. Видно, придётся мне дальше одному идти. Тут как раз метель поднялась. Завыл, закружил снежный буран. Задрожал снеговик и рассыпался. Остались на снегу только ведро, письмо и морковка. Прибежала обратно лиса злая. Где тот, кто помешал мне заяца догнать? Смотрит. Никого нет. Только письмо на снегу лежит. Схватила письмо и убежала. Вернулся Бобик. Где снеговик? Нет снеговика. В это время лису волк нагнал. Что несёшь, кума? Зарычал волк. Давай делиться. Не хочу делиться. Самой пригодится, сказала лиса. И побежала. Волк за ней. А любопытная сорока за ними полетела. Плачет Бобик. А зайцы говорят ему. Так тебе и надо. Не гоняй нас. Не пугай нас. Не буду пугать. Не буду гонять, сказал Бобик. А сам ещё громче заплакал. Не плачь. Мы тебе поможем, сказали зайцы. А мы зайцам поможем, сказали белки. Стали зайцы снеговика лепить, а белки им помогать. Лапками похлопывают, хвостиками обмакивают. На голову ему опять ведро надели. Глаза из угольков сделали. А вместо носа воткнули морковку. Спасибо, сказал снеговик, что вы меня опять слепили. А теперь помогите мне Деда Мороза найти. Повели его к медведю. Медведь в берлоге спал. Еле его разбудили. Рассказал ему снеговик про то, как послали его ребята с письмом к Деду Морозу. Письмо, заревел медведь. Где оно? Хватились. А письма-то и нет. Без письма вам Дед Мороз ёлку не даст, сказал медведь. Лучше идите назад домой, а я вас из лесу провожу. Вдруг откуда ни возьмись, прилетела сорока, трещит. Вот письмо, вот письмо. И рассказала сорока, как письмо нашла. И было всё вот как. Пошли все с письмом к Деду Морозу. Снеговик спешит, волнуется. То с горки скатится, то в яму провалится, то за пень зацепится. Хорошо медведь его выручал, а то бы опять рассыпался снеговик. Наконец пришли к Деду Морозу. Прочитал Дед Мороз письмо и сказал. Что ж так поздно, не успеешь ты, снеговик, принести ребятам ёлку к Новому году? Тут все за снеговика стали заступаться. Рассказали, что с ним было. Дед Мороз дал ему свои сани и помчался снеговик с ёлкой к ребятам. Медведь к себе домой пошёл спать до самой весны. А утром снеговик стоял на прежнем месте, только у него в руках вместо письма была ёлка. Продолжение следует...